Добрый день, дорогие мои друзья! Итак, вы на канале Галина Коломейко «Кройка и шитьё». Я являюсь автором безликального метода кроя и также нескольких печатных изданий, ставших для вас книгами уже настольными. Сегодня по вашим просьбам мы поговорим о том, как составить нам прескурант цен на шитьё. И неважно, где вы занимаетесь этим пошивом, у себя дома или в мастерской, или в каком-то небольшом ателье, когда эта функция лежит на вас, всё равно вы должны договориться со своим клиентом, со своим заказчиком, которому вы при приёме заказа с самого начала обязательно должны обозначить полную стоимость его изделия, вашей работы, сколько клиент должен вам заплатить. Если вы не оговариваете этого при приёме заказа, значит, потом у вас могут быть какие-то непонятные обиды, взаимные и недовольства и так далее. Это воспринимается очень-очень негативно. Вот. Так как же нам составить этот прескурант цен на шитьё? Поговорим пока о самом непосредственно прескуранте. Для того, чтобы это сделать, нужно обязательно сначала определить свою собственную производительность труда, то есть понять и решить для себя, сколько изделий вы можете шить за месяц. Ну, например, вы можете шить 10 платьев за месяц, да? Потому что в месяце там сколько у нас? 30 минус 6, 24 рабочих дня. Примерно по 2,5 дня у вас пойдёт на одно платьице. Это довольно реальные цифры, если вы при этом уже имеете навык, а не делаете какие-то самые первые шаги. Если вы делаете первые шаги, то и, собственно, шить на заказ за деньги вам ещё рановато. Потом, второе, нужно решить, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. Или 100 тысяч, или 50, или 30, или 20, или 10 тысяч вы хотите зарабатывать в месяц. Третье, обязательно нужно сориентироваться на те цены, которые есть в вашем регионе, в том месте, где вы непосредственно занимаетесь вот этими работами. Если, допустим, вы хотите зарабатывать 100 тысяч, цена вашего платья 10 тысяч, вы сшиваете за месяц 10 платьев, получается 100 тысяч. 10 у 10 – 100, да? А цены в вашем регионе таковы, что цена одного платья стоит не 10 тысяч, как вы хотите, а стоит 5 тысяч. Значит, естественно, клиентов у вас что? Не будет. Раз не будет клиентов, то смысла начинать никакого нет. Этим заниматься. Итак, как определить вашу производительность труда? Ну, я ориентируюсь на пересказ того прескуранта, который составлялся государством, когда был Советский Союз у нас, да? Я его, конечно, в доскональности сейчас уже не помню, но тем не менее, в этом прескуранте были указаны минимальные сложности любого ассортимента, который у вас есть. Например, платье вы шьете – минимальная сложность платья. Юбка простая – минимальная сложность юбки. Там жакет без подкладки, жакет с подкладкой. Там что еще может быть? Пальто, халат и так далее. То есть, вы должны выписать для себя, какие вещи вы отшиваете на заказ клиентам, да? И начать с того, что вы определите, что такое платье минимальной, например, сложности. Это платье обычной длины, имеет нагрудные и талиевые выточки и, скорее всего, оно не имеет рукавов. У него нет застежек, нет воротника, нет карманов. То есть, нет усложняющих элементов. Это минимальная стоимость. Сложность вашего платья. У него не делают кокетки, рельефы и другие дополнительные усложняющие элементы. Так вот, вариант один. Отшейте первый образец. Это простое, без рукавов платье обычной длины. Вот это у вас и будет минимальное изделие. Зафиксируйте время, какое пошло у вас на пошив такого изделия, да? Потом отшейте второй образец, например. Такое же платье простое, но уже с рукавами, простыми рукавами, без манжетиков. И зафиксируйте это время. Затем от первого отнимите, вернее, от второго отнимите первое. И у вас останется время, которое вы потратили на то, чтобы отшить два рукава. И, соответственно, после этого вы будете знать, допустим, если платье минимальной сложности у вас стоит, скажем, ну пусть, скажем, стоит 5 тысяч, да? А платье с рукавами у вас стоит по времени, по времени давайте так. Платье минимальной сложности у вас стоит, допустим, не стоит, а по времени заняло, заняло, допустим, 5 часов. А платье с рукавами у вас занимает, занимает у вас, скажем, 6 часов. Значит, на два рукава вам нужен 1 час времени. 1 час времени, да? Поэтому нужно понять, какую часть этот 1 час времени составляет от платья минимальной сложности. Платье минимальной сложности вы шили 5 часов. А рукава, два рукавчика, вы шили 2 часа. Вернее, 1 час. И поэтому стоимость рукавчиков, будет составлять одну пятую вашего платья. И если ваше платье минимальной стоимостью у вас получилось, скажем, там, 5 тысяч, то два рукава – это 1 тысяча рублей. Если два рукава – 1 тысяча рублей, тогда один рукав у вас будет 500 рублей стоить. И 500 рублей, потому что два рукава – это два усложняющих элемента. Берется за два рукава, берется два усложняющих элемента к базовой основе, к минимальному платью, к минимальной стоимости. И поэтому, значит, один усложняющий элемент у вас будет стоить 500 рублей. Ну, теперь вот ассортимент изделий мы здесь перечисляем. Например, вы можете его менять в соответствии с тем, что конкретно шьете вы. Платье без рукавов, жакет с рукавами, топ или блузка без рукавов, топ или блузка, может быть, потом с рукавами, если вы будете добавлять, юбка без шлиции и без разреза, брюки на поясе и без карманов, толстовка без застежки и капюшона, брюки на резинке, куртка на подкладке с двумя карманами, пальто на подкладке с двумя карманами, пальто с утеплителем и подкладкой и с двумя карманами можно добавить или плащ без подкладки. То есть вот это примерный перечень тех изделий минимальной сложности, которые может быть у вас. Повторяю, если вы не шьете пальто, значит пальто у вас не будет. Если вы что-то еще шьете, значит у вас будет еще что-то. Ну, а теперь пошло перечисление усложняющих элементов. Значит, любая застежка на платье – это один элемент. Два рукава, как я уже говорила, это два элемента. Два манжета – это один элемент. Защип или сборка по окату на двух рукавах считается за один элемент. Это то, что мне удалось вспомнить, то, что отложилось в моей памяти на всю жизнь, потому что при приеме заказа я всегда рассчитывала вот эти вот усложняющие элементы, потому что клиенту было очень важно, за счет чего начинается, допустим, от пяти тысяч, а заканчивается десятью. То есть за счет чего повысилась стоимость вашего изделия. Давайте еще разочек поговорим про это, да? Два рельефа, смотрите, это один элемент у вас будет. Воротник – один элемент. Два средних шва – один элемент. Шлиц или разрез – один элемент. Отрезная талия – одна парная кокетка. Драпировка простая – один элемент. Драпировка сложная – это уже два элемента. Асимметричный крой – всегда два элемента, потому что кроить сложнее. Пояс съемный – простой один элемент. Пояс съемный – фигурный – сложный. Две складки, два накладных кармана, два прорезных кармана – это уже два элемента. Два кармана в швах – два элемента. Два клапана – один. Отлетная кокетка – один. Сложный покрой, типа рукава-реглан. Будет уже три элемента у вас получаться. Ну и еще существовали всегда так называемые повышающие коэффициенты к общей сумме заказа. Например, если у вас платье без подкладки – это одна цена. А если платье вы шьете на подкладке, и оно у вас обычное, простое, то добавляется 30% обычно. К тем 5000 платье, допустим, без рукавов, у вас идет без подкладки 5000, с подкладкой прибавить 30%, в 5, у 3, полторы, 6500 будет стоить уже. И вы мотивируете это все своему клиенту. Затем наличие сложной подкладки. Что мы отнесем к сложной подкладке? Это будет, например, какие-то кантики, какие-то рулики, какие-то еще там отделочные материалы. На подкладке у вас могут также выполняться какие-то карманы, еще может быть что-то. То нужно смотреть по количеству работы. Иногда подкладка бывает очень-очень сложной. Тогда вы выбираете процент увеличения своего изделия самостоятельно. Но начинаете от 50%. Например, жакет без подкладочки стоит у вас 8000. Добавляете 50%, если там очень сложная внутри подкладочка, да, и работать с ней бывает гораздо тяжелее, чем с основной даже тканью. То у вас получается к 8 прибавить 4, получается 12000, есть этот жакет на подкладке с рукавами. Затем, сложные в обработке ткани. Одно дело шить из хлопка, и другое дело шить из натурального шелка. Одно дело шить из шерсти, а другое дело шить из кружева, бархата, и много-много сейчас велюр сюда можно отнести. Много сейчас таких тканей с поэтками, кружи со всякими бусинками, со стеклярусом. Очень много сегодня современных тканей, достаточно сложных в обработке. И поэтому, конечно, особый к ним подход, и время увеличивается. Поэтому вы еще прибавляете плюс 20%. Подгонка рисунка ткани отнимает дополнительное время. Это вся клетка. Сложный рапорт. Сюда же можно, в принципе, отнести и белый цвет. Потому что работа с белым цветом – это тоже особый подход. Особенно, если это свадебное платье у вас. То есть там нужно и машинки все протереть, и стол почистить, и пол помыть перед этим. И много чего нужно сделать такого подготовительного, чтобы, не дай бог, не запачкалось ваше изделие. И мелом непонятно, каким работать. И фломастер надо проверить. Может, ниточки там надо ставить. То есть очень сильно усложняется ваша работа, если вы работаете с белым цветом. Тоже, пожалуйста, имейте это в виду. И мотивируйте вот это все своим клиентам. Потом у нас еще было следующее. Длина жакета. Если жакет был более 30 сантиметров от талии, ну, допустим, представляете, 40, да? Это уже практически полупальто. Значит, его цена тоже увеличивалась как минимум на 15%. Крайне рассчитанной, уже с усложняющими элементами. Вы посчитали все, прибавили стоимость усложняющих элементов, и все увеличили еще на 15%. Длина юбки или платья, или короткую юбку шить в районе коленочка, да, 55 сантиметров, или шить юбку 80 сантиметров, швы длиннее, ткани больше, тяжелее это все может быть сделать, тоже дается 15%. Ну и, конечно, полнотная группа. У нее, к ней тоже идет особое отношение, потому что и выкройки там надо делать особые, и вещь, как правило, больше, крупнее, и работать с ней не так уж легко. То есть это будет еще 20%. Вот такие повышающие коэффициенты я рекомендую вам применять при составлении вашего прескуранта. Также, когда вы будете прописывать свой вот этот прескурант, первые циферки, которые у вас там появятся, вы должны туда включить коэффициент какой. Смотрите, если, например, вы применяете технологию обработки самую простую, быструю, обычную, например, горловину обтачкой, проклеили ее и так далее, да, скажем, обработали, то или там косой бейкой, или там руликом, это одна история. Но если вы обрабатываете горловину какой-то там, скажем, органзой вместо клеевой, да, какие-то делаете сложные, такие интересные операции, какие-то уникальные материалы используете при этом, уходите от клеевой работы. Вот очень много ручных операций, то есть идет люксовый ассортимент, да, очень много ручных швов, каких-то очень интересных, красивых. Значит, вы повышаете время работы у вас, конечно же, увеличивается. Если находятся клиенты, стоимость работы тоже должна быть увеличена, не такая обычная. Это как все равно, что раньше у нас были мастерские, там была одна цена, ателье первого разряда другая цена и ателье люксовые. Это была совсем третья цена, да, там, как правило, и краилось это все индивидуально на каждого человека, и обработка была очень-очень такая уникальная, красивая, интересная, и, конечно, цены были не в пример дороже, чем в первых двух ателье. Так и у вас. Затем вы должны включать стоимость своего заказа дополнительные расходные материалы. Если вы покупаете их сами, нитки, дубледин, паутинка, что там еще может быть, какие-то косые бейки, тесемочки, крючочки, пуговочки, иногда нам клиент все доверяет самим подобрать, да, то вы, конечно же, эти расходные материалы отдельной статьей, выписываете ему стоимость отделки. Вот еще был, раньше было два прескуранта. Один прескурант был на стоимость пошива, а второй прескурант был, так называемый прескурант, на стоимость отделки, потому что что включало в себя отделку? Рюши, оборки, аппликации, какую-то вышивку, какие-то складочки, какие-то защипы маленькие, да, и так далее. То есть вот это все надо было обязательно посчитать по метрам. Например, сколько метров вы сделали оборки по низу юбки? Скажем, вы сделали там два метра. А ведь каждая оборочка, вам надо ее выкроить, вам надо край оборочки обработать. Сейчас это московский шов, как правило, раньше рулик был, да, а московский шов, поди его сделай, да, это же время отнимет у вас много. Подшить один раз, подрезать, потом подшить второй раз, потом надо верхнюю часть оборки собрать на две машинные строчки, все это стянуть до нужного размера, потом это все присоединить к основной детали, потом это все притачать, потом это все обметать. Вот представляете, сколько работы? И метр вот такой вот рюши или оборки стоил тоже определенное количество денег, которые обязательно прописывались вот в этом прескуранте. Я не говорю, что вы должны делать, но шейте себе образец какой-то, посчитайте, сколько времени на это уходит и сравните количество этого времени, ну, с чем-нибудь, например, со временем пошива минимального вашего платьица. Если, допустим, среднее платье у вас, вы решили себе 100 тысяч заработать и 10 платьев шить за месяц, каждая стоимость каждого 10 тысяч рублей получается, да? Если среднее платье у вас с подкладочкой, может быть, с какими-то рукавчиками, хотя бы с тем ниже, со шличкой сзади будет выходить 10 тысяч, то минимальная стоимость этого платья без подкладочки скорее всего будет у вас тысяч пять. Вот это будет у вас какой-то эталон, да? И исходя из этого эталона, вы уже рассчитываете, за сколько времени вы сшиваете такое простое платье без подклада, без рукавов, да? И посчитайте относительно этого времени, сколько времени у вас идет на выработку вот одного метра вот такой оборки. И так, опираясь все время на этот эталон, на время и на цену этого эталона, да, вы можете уже относительно его высчитывать остальные свои все стоимости. Той же аппликации. Посидели с аппликацией там, допустим, три часа, ага, а на платье я потратила пять часов. Платье у меня стоит пять тысяч рублей, значит, аппликацию я должна добавить три тысячи рублей. Понимаете? И все идет примерно вот так. Но, повторяю, в каждом регионе свои цены, в каждом регионе свои цифры, и поэтому нам деваться некуда. Все равно прескурант надо подстраивать именно под себя, под свои возможности. Ну и, конечно, тоже самая обработка петель и пуговиц, пришивание пуговиц. У нас, например, в Москве мы пытались пуговички как-то сдать и сделать. Шестьсот рублей одна пуговица стоила. Представляете? Шестьсот рублей. Ну это как? Сейчас, по-моему, она уже тысяча рублей стоит. Они говорят, а у нас нет аппарата, мы делаем их вручную. Да, вручную. Пойди-ка сделай такую петельку, да, вручную. Это же много времени отнимет, поэтому и цена отсюда вот такая. А вы, может быть, делаете эти петельки на своей машинке, и она занимает у вас не очень много времени одна петля, но вы обязательно должны прописать, что одна петля у вас стоит, допустим, там 50 рублей, 30 рублей, 40 рублей, 20, 10, как угодно, но обязательно это должно стоять. Потому что или 10 петель человеку сделать на блузке, или 6 петель, есть разница. Также точное пришивание пуговичек. Все вот это нужно досконально прописывать. Все нужно досконально прописывать. Также обработка, например, обработка застежки в юбке. Как она обычно обрабатывается? Притачивание молнии. Вы можете отдельно прописать, сколько молнию пришить вам нужно времени, да, и сколько это будет стоить. А можно какая там еще может быть обработка. Ну, в юбке-то, пожалуй, нет. А вот если платье, там может быть и молния, может быть там пуговички. То есть это все тоже надо проговаривать, все это надо как-то потихонечку вам учитывать. Вот. Что еще не вошло в расчет, и что обязательно нужно учесть? Ведь вы же тратите какое-то время. Время для того, чтобы принять заказ, сдать, выполнить примерку. И вот это время как бы ничего не стоит. Но это тоже неправильно. Если вы посчитали, что у вас по времени вам нужно 10 тысяч заработать в месяц на одном платье, стоимость одного платья должна в месяц быть 10 тысяч, то в этих 10 тысячах у вас должно обязательно сидеть, сколько-то минут вы потратили на прием заказа, сколько-то минут вы потратили на прием клиента. Ведь вы же сами все это будете делать. Сколько-то минут вы снимали мерки, сколько-то минут вы краили изделен. Можно раскрой, конечно, в отшив отнести, а можно вывести отдельной строкой. Это тоже на ваше усмотрение. И вы проводите обязательно примерку. Если вы приводите одну примерку, значит, вы пишете одну цену. Если вы приводите две примерки, значит, вы пишете другую цену. Но, понимаете, вы не обязаны теперь вот это все уже прописывать клиенту. Просто пример вам я опять приведу к нашим платьям. К нашему платью возвращаемся. Минимальная стоимость платья у вас 5 тысяч. А вы хотите, чтобы конец стоил 10 тысяч, например, с подкладкой, с рукавчиками, со шлицей сзади, с застежкой, допустим, на молнию. То получилось у вас набор усложняющих элементов, скажем, на 9 тысяч. И 10 тысяч вы прибавляете уже на вот это все. На прием заказа, на общение с клиентом, на снятие мерок, на раскрой изделия, на проведение примерки. Но раскрой изделия – это уже, конечно, ваше дело. Я почему его вынесла сюда отдельной строкой? Только потому, что я же краю быстро. И время на раскрой я и мои ученицы мы практически не считаем. Часто делаем это на ткани сразу. И примерка у нас тоже бывает, как правило, одна, потому что крой настолько точный, что мы работаем с одной примеркой. Я так работала. Большинство заказов уж, ну, конечно, и на старуху бывает проруха. И бывает так, что и клиент особенный подойдет, и характер у него не такой, и не договорился ты сразу с чем-то с ним. Хорошо, что надо второй раз посмотреть, померить. Бывает, ткань подведет, как-то себя неадекватно поведет, и ты не ожидаешь от него такого, и времени уходит на это намного больше. Да, всякое бывает, конечно. Но факт есть факт. Все равно чаще всего мы работаем, если все нормально, то с одной, максимум с двумя примерочками. Вот это все вы должны учитывать, когда вы выводите конечную цифру. Потом, помните, что ведь вы где-то снимаете свое помещение, если вы не дома работаете. Значит, стоимость аренды тоже надо разбросать вот на эти 10 платьев в месяц. Платите вы, допустим, 20 тысяч, значит, и вы сошьете за месяц, грубо говоря, 10 платьев. Значит, 2 тысячи в этой цене платья вашего должно стоять аренды. А иначе как? Иначе вам не с чего будет ее заплатить. Значит, вот от 10 тысяч 2 тысячи отнимайте, значит, ваша работа, прием заказа, все это только будет 8 тысяч. Значит, отсюда потихонечку назад идите, да? Усложняющие элементы, сколько будут стоить, надо посчитать. Минимальная стоимость, скорее всего, будет уже не 5, а 4 тысячи рублей. Вот так, понимаете, да? Потом у вас бывают накладные расходы. Тут это маленькая, конечно, статья. К вам приходит периодический механик, чтобы проверить оборудование. Надо, надо. Вы тратите какую-то часть электроэнергии. Тоже прикинуть, сколько электроэнергии у вас нагорает за месяц на вашем оборудовании. Тоже на 10 платьев это надо разделить, да? Потом вы обязательно, как нормальный предприниматель, вы должны закладывать прибыль, которую вы должны получить со всего этого. Прибыль это ваш доход, потому что то, что вы посчитали в работу, это вы, допустим, отдадите 50%. Ну, в прибыль может включаться, допустим, у вас кто-то работает. Не вы сами, а кто-то там работает. Значит, вы отдадите, скажем, какую-то часть от этого своим работникам. Остальное вы возьмете себе, это и будет ваша прибыль. А если вы работаете сами, сами все эти платья отшиваете, и вы хотите зарплату 100 тысяч, но, извините, тогда у вас цены будут уже не 10 тысяч, потому что вы хотите зарплату 100 тысяч, пусть это и будет. Допустим, ваша прибыль, да, она у вас, скажем, сюда заложена, но тогда уже электроэнергия, стоимость аренды и все это такое должно пойти сверх этого. То есть вам надо заработать уже не 10 тысяч, а 125, скажем, тысяч надо заработать. Потому что если вы хотите зарплату 100 тысяч, значит, вам надо 20 еще заработать на аренду, 5 вам надо заработать на обслуживание механика, электроэнергию, на амортизацию вашего оборудования, которое надо обновлять периодически, да, или покупать новое, вы планируете какой-нибудь парогенератор, обязательно надо вначале купить. Понимаете? Поэтому вам надо заработать 125, а то и 130 тысяч. Значит, стоимость вашего платья уже не 10, а 15, 13 тысяч или 12 500. Вот так потихонечку через осознание вот этих всех вещей нужно работать над составлением собственного прескуранта. Где искать резервы? Значит, конечно, производительность труда, повышение производительности труда – это первое, что приходит в голову любому, даже самому небольшому и начинающему бизнесмену. Если вы шьете медленно и опыта работы у вас нет, понятно, что ничего вы толком не заработаете. Но вы не будете себе ставить цену, там, скажем, 100 тысяч вы хотите заработать. Вы заработаете на первых парах, скажем, первое время вы будете зарабатывать там в половину меньше. Но я пока отталкиваюсь от московских где-то цен, да, и зарплат. Я не знаю, какие зарплаты сейчас существуют на местах. Вы просто потом подставляете свои числа в эти примеры, да? Вот. Что повлияет на это все? Конечно, с опытом работы у вас скорость пойдет расти. Но вы должны понимать одно, что как бы быстро вы не шили, качество, качество, технология, посадка – это превыше всего. Если ваша скорость пойдет в ущерб всему этому, грош вам цена. Клиент от вас убежит и второй раз к вам никогда не придет. Затем, навык кроя на сложные фигуры. Хотите вы этого, не хотите. Сложные фигуры первыми придут к вам в ателье. Первыми придут к вам в ателье. Потому что они не могут купить себе готовую одежду. Поэтому вам надо быть к ними обязательно готовыми. Поэтому освоение моего опыта безлекального метода кроя. Ну, безлекального, конечно, он позволяет кроить на ткани сразу, на любую фигурку. Но для этого вам надо, чтобы у вас хотя бы было понимание основы всего этого. Тогда вы купите курс, который у меня есть, как кроить сразу на ткани. Узенькое, маленькое изделие, а не просто какие-то бохо, туники и широкие платья без выточек. А именно речь идет о маленьком изделии приталенного, полуприталенного силуэта со всеми выточками, чтобы везде все было на своих местах. И вы посмотрите, как это делается. Это также можно почитать в безлекальном методе кроя. Вот в этой книжке последних годов, 20-го года выпуска, там тоже последняя глава как раз очень хорошо написана и посвящена крою сразу на ткани. В книжке «Кройка и шитье» это тоже есть, но там немножко по… это все делается немножечко по… не так понятно, на мой взгляд, написано, как вот во второй вот этой книге. Ну и что хочется сказать, прежде чем закончить вот эту нашу беседу. Посмотрите, когда вы работаете с клиентом, если вы шьете на заказ, вы обязательно оформляете техническое задание, в котором вы рисуете рисунок, передняя часть платьишка вашего изделия и задняя часть, обязательно спинку, чтобы клиент с этим рисунком согласился. Клиент должен расписаться под этим рисунком, что он согласен именно на такой фасон, потому что если он будет потом менять фасон, вы будете мотивировать. А я уже скроила то, я затратила столько-то времени, а вы хотите теперь это, мне теперь это время снова надо тратить, и поэтому будьте любезны оплатить дополнительно. И договаривайтесь с ним так, потому что как часто бывает, когда вы говорите об одном, нарисовали рисуночек, а ваша барышня говорит потом, ой, я знаете, я передумала, я теперь хочу не то, я хочу вот это. И что вы, скрипя, значит, зубами, начинаете свое собственное личное время тратить в угоду вот этой вот барышни, капризной, которая, значит, передумала. Пожалуйста, берите роспись. Раньше на квитанции при приеме заказа всегда рисовался рисуночек и всегда клиент расписывался, что я утверждаю вот этот фасон, я с ним полностью согласна. И говорить, и договариваться, и прописать где-то на стенке, что в случае перемены фасона затраты оплачиваются дополнительно, и клиент уже не будет капризничать. Он подумает, надо ему это или нет, или уж так пережить. Основным фасоном шить другое платьишко. Дальше. Это уже самое техническое задание. Вы должны там написать мерки. Потом вы выберете уже без клиента соответствующие прибавки. Клиенту это неинтересно. Но мерки вы снимаете, и тут их записываете. Клиент у вас за все это расписался. На другой бумажечке делайте это сами. Или еще что-то. Вы обязательно прописываете своего рода договор. Квитанцию ему вы даете, да, где написано. Шьется что? Платье. Минимальная сложность. Параграф такой-то из вашего прескуранта 5000 рублей. Количество усложняющие элементы. Параграф такой-то. Два рукава. Вы пишите два элемента. Значит, сборочка по рукавам. Один элемент. Сборочка по низу рукава. Один элемент. Манжеты. Два манжета. Один элемент. Застежка по спинке. Один элемент. Итого, скажем, пять элементов. Значит, минимальную стоимость указали. Пять элементов указали. Не забыли про подкладку 30% или 50%, как вы там пишете. Плюс столько-то процентов указали. Если сложность ткани есть, опять прибавили там 20%. Указали. Все это посчитали общей суммой. И выводите человеку итог. И за этот итог он тоже расписывается. Или вы после этого, да, в соответствии с договором, переговором с клиентом, отказываетесь от каких-то усложняющих элементов. Их просто не делайте. Не делайте лишние карманы. Не делайте лишнюю там рюшечку, оборочку какую-то. Или не делайте какую-то лишнюю декоративный элемент на подкладке. А сейчас там и кружавчики пришивают вдоль молнии. Чего только не делают. Но все это стоит определенных денег. Понимаете, в чем дело? Вот и все. То есть закончить мне этот разговор по прескуранту. Во-первых, сделайте всегда красивую рамочку. Сделайте рамочку. Повесьте это все на видном месте у себя, чтобы люди видели заранее. Пока она ждет, когда вы освободитесь. Она уже его прочитала. Она уже приценилась. Она уже представляет, сколько выходит средняя стоимость ее изделия. И она уже приняла для себя решение, готова она столько выложить или нет. Вам гораздо легче будет работать. Не таите это где-то у себя. Обязательно вот это все повешайте. И все усложняющие элементы. Все распечатайте, повешайте на видное место. И обязательно заполняйте бумаги. Одна бумага – это техническое задание с рисунком и с росписью. И вторая бумага – это уже деньги. Это прием заказа, мотивация. Какие вы берете минимальные сложности, какие вы берете усложняющие элементы и сколько их у вас получается. И выводится общая сумма, за которую клиент расписывается. Также всегда предлагайте воплотить какой-то аванс. Хотя бы на те же материалы, по минимуму. Но что не очень-то, как говорится, тоже этого маловато. Допустим, вы планируете купить ему материалы, где-то там у вас получается, примерно на 500 рублей. Возьмите аванс побольше. Мало ли что потом случится. Я, конечно, не любила брать деньги вперед. Я и сейчас так не делаю. У меня пришел человек на занятия, отсидел занятия, оплатил. Я никогда не беру ни разу за весь курс сразу. Потому что мало ли что в жизни бывает. Мне так спать спокойнее. Человек заболел, не смог прийти, не пришел. И когда шила я на заказ, и в ателье тоже у себя. Но в ателье я не одна работала. И у меня там и аренда была, и зарплату надо было платить, и налоги надо было платить, и много чего надо было платить. И поэтому там я вынуждена брала примерно 50%. Обычно берут для аванса, от стоимости общей работы, для того, чтобы мало ли чего не случилось. Клиент уехал, клиент передумал, у него настроение испортилось, и он перестал к вам ходить. А вы работу сделали. Хотя бы половину работы сделали, хоть и не сдали свою вещь. Конечно, вы не должны остаться в накладе. Ну, вот, наверное, пожалуй, и все, что хотелось мне вам рассказать. Всего вам доброго. До новых встреч. Задавайте свои вопросы. Пишите в комментариях. Ставьте, как говорится, лайки, что совсем, наверное, не обязательно. Просто задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломит.